Диспансеризация позволяет выявить не только само заболевание на ранней стадии, но и риски его развития. Она состоит из двух этапов. Может включать в себя онкоскрининг. Как проверить свое здоровье и кому полагается направление к онкологу? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим со специалистами Одинцовской областной больницы Галиной Волковой и Андреем Дмитриевым. Здравствуйте. Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Формула здоровья». Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем по порядку с диспансеризации. Из каких этапов она состоит? Я уже сказала из двух. И как много времени нужно на нее выделить? Да, диспансеризация состоит из двух этапов. На второй этап пациент попадет, если в рамках первого этапа будут выявлены определенные отклонения. Как правило, первый этап диспансеризации занимает не более двух часов. То есть, в принципе, все достаточно по времени, экономно получается. А как на эту диспансеризацию попасть? Раньше были определенные года рождения. Вот в этом году могу пойти я, а в следующем у меня уже не получится. Как это сейчас работает? Значит, взрослое население Российской Федерации с 18 до 39 лет включительно проходит диспансеризацию один раз в три года, 40 лет ежегодно. В те годы, когда пациент не проходит диспансеризацию, он может пройти профилактический медицинский осмотр. Таким образом, у нас каждый человек может пройти профилактическое медицинское обследование ежегодно. Как на диспансеризацию попасть? Это можно прийти в центр диспансеризации непосредственно или нужно предварительно записаться? Можно записаться на удобное для вас время через портал услуги Мосрек. Можно записаться через госуслуги по телефону 122. Можно записаться через информат в поликлинике, через своего доктора в поликлинике, через узкого специалиста. Также можно прийти непосредственно в поликлинику, обратиться в регистратуру, откуда вас направят в отделение, либо в кабинет медицинской профилактики. Также можно прийти к нам в центр диспансеризации здоровья Подмосковья. Галина Викторовна, не могу не спросить. Заболеваемость вирусными сезонными заболеваниями растет, и некоторые опасаются. Чего я сейчас туда пойду, нахватаюсь вирусов, только хуже станет. Опасения обоснованы или напрасны? Касаемо нашего центра диспансеризации, там нет пересечения с больными пациентами. У нас исключительно здоровые пациенты, пациенты, которые приходят на диспансеризацию, тут опасаться совершенно нечего. И, как правило, во всех поликлиниках отделения и кабинеты диспансеризации располагаются таким образом, что пересечения с больными пациентами нет. Нет. Правильно ли я помню, что сейчас у нас в медучреждениях масочный режим? Да, совершенно верно. Для пациентов в том числе, поэтому масочку имеет смысл взять с собой на диспансеризацию в том числе. Когда мы готовимся к диспансеризации, сразу возникает вопрос. У меня, например, запись на 3 часа есть, мне не есть, она ли кровь сдавать, не сдавать. Как готовиться, что с собой взять может быть? У нас в блоке диспансеризации забор крови берется в течение рабочего дня. Работаем мы с 8 до 8. Пациент может прийти и не есть за 3 часа до сдачи крови. Не обязательно не есть целый день и приходить голодным уже в 6 вечера. То есть можно за 3 часа покушать, главное, не позднее, чтобы на результаты не повлияло. Если по результатам диспансеризации выявляется подозрение, появляется на какое-то заболевание, каков дальнейший алгоритм действий? Что делаем, что предпринимаем? Значит, если в рамках диспансеризации, в рамках первого этапа мы выявляем какие-то отклонения, то мы направляем на второй этап диспансеризации. Если мы определяем какое-то заболевание, либо подозреваем это заболевание, мы можем направить дообследование даже вне рамок диспансеризации, если это не входит во второй этап диспансеризации. А также мы, если уже диагноз мы устанавливаем, мы отправляем в участковую службу на диспансерный учет. А в каком случае пациент может получить направление к онкологу после диспансеризации? И возможно ли такое? Или только через терапевта? Нет, конечно, мы можем дать направление к онкологу, если диагноз уже не требует верификации, диагноз уже установлен, либо подозрителен на онкологию. Такая, на самом деле, щекотливая тема, но тема очень важная. Вот, Андрей Александрович, я уверена, не даст нам соврать. Калоноскопия. В каких случаях и кого направляют на это исследование? В рамках диспансеризации у нас есть такое исследование. Исследование кала на скрытую кровь с современным иммунохимическим методом. А вот когда у пациента приходит анализ положительный, в таком случае мы всех пациентов отправляем на колоноскопию. А если мы немножко абстрагируемся, да, диспансеризация, вообще кому и как часто это исследование нужно проходить? Это исследование показано, когда в кале патологические примеси находятся, допустим, та же самая кровь, о чем мы говорим. Возможно, слизь, гной, когда определяются боли по ходу толстого кишечника, с жалобами на выраженные запоры, допустим, да. Ну и по необходимости, по направлению врача, по показаниям. Конечно, это не делается просто по желанию. Вот только хотела спросить, а для профилактики просто так не стоит? Нет, просто по желанию человека это не делается. Андрей Александрович, как готовиться к колоноскопии? Что нужно сделать, что нужно учесть? Я так понимаю, подготовка длительна и есть свои нюансы. Да, нюансы есть. Если вкратце, то состоит из трех этапов. Первый этап – это, конечно, моральный этап. Очень много людей боятся делать эту процедуру, считают, что она болезненная, неприятная. На самом деле это не так. При правильном проведении колоноскопа по кишке никаких болевых ощущений не вызывается. Конечно, есть исключения, когда у пациента, например, большое количество операций на брюшной полости было, и образуется спаечный процесс. Тогда, конечно, появляются какие-то затруднения, но в общем и целом проходит все благополучно. Это первое. Второе – это, конечно, диета. Это самое важное. Без диеты хорошей подготовки не получится. Диета должна включать в себя продукты высокобелковые. То есть это, например, курица, индейка, кролик, то есть диетические. Также нежирные сорта рыбы. На этом всем деле можно сделать бульон. Но в бульоне ничего не должно плавать, кроме как мяса и воды. То есть никакой зелени, никаких макаронников, картошки, ничего такого нельзя. Можно кушать куриные яйца в любой интерпретации. Можно есть нежирный творог. Можно побаловать себя пюре жидким. Сладкое тоже можно. Сахар, мед, кисель, зефир. Пожалуйста, это можно. Почти все остальное, что я не назвал, нельзя. То есть вкратце – это жареное, острое, это алкоголь, это фастфуд, это овощи, фрукты, это какие-то семечки и какие-то сухофрукты. Этого всего нельзя. И, в общем-то, надо придерживаться правила, что если ты не знаешь, можно ли это есть, то лучше это не есть. И третий этап – это специальные слабительные препараты для очистки кишечника. То есть пациент берет этот препарат, приходит домой и готовится. Можно готовиться двухэтапно, можно готовиться одноэтапно. Это зависит от того, насколько у пациента запись на исследование. Если мы говорим про первую половину дня, то это двухэтапная подготовка. Пациент пьет половину препарата вечером, чистится, ложится спать. Утром встает, принимает вторую половину препарата, чистится и приходит к врачу. Последний прием нужно закончить за 4 часа до исследования. Одноэтапная схема – это когда человек пьет весь день, то есть до этого исследования. Например, если у пациента во вторую половину дня, то он с утра пьет, до обеда. Важно, чтобы во вторую часть этого препарата был добавлен семитикон. Это пеногаситель. 15-30 мл будет достаточно, чтобы погасить всю пену в толстом кишечнике. А есть ли альтернативы этому исследованию? Как таковой альтернативы к исследованию нет. То есть колоноскопия – это исследование здесь и сейчас. Мы можем исследовать толстый кишечник с помощью нашего аппарата, с помощью маленькой камеры, которая закреплена на конце нашего аппарата. И изображение появляется на нашем экране, которое имеет HD-качество. На колоноскопии мы можем оценить слизистую оболочку толстой кишки, складки, размер складок, толщину складок. Заглянуть за каждую из этих складок, раздуть кишечник. Мы можем сдуть кишечник. То есть как нам удобно, так и делаем. Очень удобно визуализировать какой-то небольшой участок патологический. То есть мы можем к этому патологическому участку подойти поближе. Увеличить картинку с помощью Dual Focus. Можем покрасить этот участок специальными красителями. Можем использовать узкий спектр света, который у нас в аппаратуре имеется. Также можем определить размер, в общем, структуру, с чего приблизительно состоит это образование. Где оно находится, протяженность. В общем, все-все можем исследовать. И самое главное, почему колоноскопия так важна, мы можем взять биопсию и отправить ее на гистологическое исследование. Вы видите какое-то страшное заболевание на ранней стадии. Да, конечно. Многие уверены, что колоноскопию сделать можно, но под наркозом. А вот без наркоза нет никогда в жизни, потому что это больно страшно. Но судя по тому, что вы говорите, это не так. Нет, абсолютно нет. Главное, чтобы были умелые руки и хорошие оборудования. Ну, конечно. И чтобы пациент был, самое главное, готов морально, потому что это очень важно. И врач может делать все очень хорошо, а пациент весь взволнован и не получится. Поэтому. Ну, а золотые руки, хорошие оборудования, в нашей Ницинской областной больнице, слава богу, есть. Ну, конечно. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Будьте здоровы. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok